Никто залезть пенсионеров в карман не хочет. Наоборот, ставится вопрос, чтобы пенсионеры жили лучше. Вы говорите о том, что эта реформа необходима для того, чтобы увеличить пенсию. Да нет никакого увеличения пенсии. Мы 25 лет слушаем, что вы увеличите. И как итог вашей работы мы видим, как у нас пенсионеры по мусоркам лазают. От нищеты. Не говоря уже о том, что они тоже люди, они тоже хотят своим детям помочь, своим внукам помочь. Они себя не могут прокормить, потому что их пенсии не хватает, чтобы ЖКХ оплатить, чтобы лекарства купить. Вы же прекрасно знаете, вы проезжаете все эти села, деревни, поселки, что люди ждут, каждый день считают, часы считают до этой пенсии. А мы берем это, просто лишаем будущего. Лишаем будущего, потому что в 60 лет населения невозможно найти работу. Люди уже инвалиды к этому возрасту. Чему, в общем-то, явилось доказательство встречи депутата Баталины в районах области. Люди, по-моему, высказали свое мнение. Я жду этого дня, когда я уйду на пенсию. А теперь я буду каждый день вас проклинать, чтобы вы загнулись там все. И вы забываете, что у нас в области десятки тысяч безработных. Вы их сначала вовлеките. Это молодые, как правило, люди вполне работоспособного возраста. Вы же пытаетесь, господин президент, вовлечь пенсионеров. Причем, по заявлению президента, мы хотим их переобучать. Я, как преподаватель с достаточно большим стажем, готов сказать, невозможно переобучить квалифицированного пенсионера в 65 лет, если он не может больше быть квалифицированным хирургом. Мы на что его будем переобучать? На санитара? У него руки дрожат. На что вы его? Или помести улицы? Ну давайте успокоимся, а? Успокоимся, давайте. Каких только доводов не знаешь. Вот хирурги умрут, не доживут до пенсии. Вообще, вы знаете, что хирурги оперируют, работают до 70 лет? И не знаете. Это все надо с довода приводить. И корректно использовать цифры, данные. Все население против, власть сама говорит, все, все 90 с лишним процентов против, но мы проголосуем за. Это чьи интересы оно выражает? Это на кого оно работает? Вы просто внимательно почитаете президента с карандашом в руках. Он на все эти сложные, трудные вопросы, которые вы здесь задаете и повторяете, он отвечал. Почему никто не говорит, что доходы россиян падают уже четвертый год подряд? То есть если ко всему этому добавить еще повышение НДС, то есть это влечет с собой, я считаю, что катастрофические последствия. Цены возрастут на 12, а то и 15 процентов на лекарства. То есть о какой продолжительности жизни в таких условиях, плюс еще дополнительный возраст работы, можно говорить, что он будет повышаться там к какому-то 30-му году. Вот я на самом деле не берусь сказать, что будет через год-два. Об этом надо думать, о стране, о ее будущем. Его надо сохранить, чтобы было нормально. Нас все время пугает. Умрем, с голоду помрем и так далее. Все, все время. Ничего, все будет нормально. Все будет нормально.